Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Грозит ли Казахстану дефицит топлива? Такой вопрос прозвучал в куларах правительства. Какие запасы бензина имеются в стране и также свое мнение по данному поводу высказали эксперты отрасли. В Уральске продолжается ремонт дороги по улице Шолохова. С ходом проводимых работ ознакомились депутаты межрисы парламента Снежаной Машева и Нартай Аралбайулы. В деле о групповом изнасиловании 12-летней школьницы в Уральске появился пятый фигурант. Об этом сообщили в управлении полиции. Грозит ли Казахстану дефицит топлива? Такой вопрос прозвучал накануне в куларах правительства. Из-за сложившейся ситуации вокруг нефтеперерабатывающих заводов возник целый ряд тревожных моментов, которые прояснили в Министерстве энергетики. О том, какие запасы бензина имеются в стране и также свое мнение по данному поводу высказали эксперты отрасли. Все подробности у Гульнары Умаровой. После ситуации на Атравском НПЗ и МАЭК возникла волна разговоров о дефиците топлива. Впрочем, она не утихала ранее и накануне глава Минэнерго озвучил данные по запасам топлива. На утро 4 июля оставалось бензиномарки АИ 92 на 23 дня, 95 на 15 дней по дистопливу 29. А еще Светкалиев прокомментировал спекуляции касательно наличия бензина. Как только возникает дефицит того или иного топлива, то есть вида топлива, возникают вопросы, связанные с возможными спекулятивными проявлениями, мы регулярно проводим совещания со всеми собственниками АЗС, сетей и в плане стабильной поставки нефтепродуктов на эти сети, ну и в части стабильного регулирования цен. Поэтому данный вопрос на контроле у Министерства, работает соответствующая комиссия постоянно. То есть здесь, я думаю, мы сможем ситуацию удержать, то есть каких-то всплесков не будет по росту того или иного вида топлива. Возможно, за исключением 95-го бензина, потому что его придется импортировать. Это связано с ремонтом Павлодарского НПЗ. Ситуации с Атраусским заводом Ашимкенский НПЗ снизил производство 95-го. Покрытие рынка возможно только за счет импортных поставок из Российской Федерации, и переговоры уже ведутся. По прогнозам Минэнерго необходимо возить до 40 тысяч тонн бензина 95-й марки. И необходимый запас сформирован, сказал глава ведомства. Соответствующие переговоры уже идут. Вот уже «Газпромнефть» начал поставку импортного 95-го бензина. По мере решения данного вопроса мы будем вас информировать. По дефициту топлива высказался и премьер. «Хочу специально подчеркнуть, что никакого дефицита ГСМ не будет. Имеющихся запасов топлива достаточно для всей республики. Спекуляции об остановке всех нефтеперерабатывающих заводов не соответствуют действительности. Ситуация под контролем». При этом данные по производству топлива ниже, чем потребление. НПЗ работают на пределе, как говорил до этого Смаилов. «Какой же выход из этого есть, мы спросили эксперту отрасли. Никакого, кроме рыночных цен, ответил ведущий авторской программы Байдельдинов нефть». «Мы после модернизации 5 миллионов тонн дизельного топлива в год производим. Может быть, чуть меньше по этому году потребление. У нас 5,8. Мы примерно 800 тысяч тонн будем импортировать из России. Цены в России порядка 30-40% выше в зависимости от курса рубля к доллару и нашего курса к тенге. Никакого другого варианта, как отпускать цены, у нас нет. Это нужно понять. Время для строительства нового завода или модернизации КОПа упущено. И модернизация КОПа будет произведена только примерно к 2030 году. До 2030 года у нас будет перманентный постоянный дефицит всех нефтепродуктов, если мы будем сдерживать цены». И не стоит забывать, что за 70% всего, что мы имеем, стоит нефть, напоминают эксперты. Так что бояться зависимости от нефти не стоит. Это не проклятие, это благословение, это шанс на развитие казахстанской экономики и улучшение нашей жизни. Нефтяники дают в бюджет Казахстана больше всех поступлений, которые есть. Ну и понятно, что весь нацфонд на 99% состоит из поступлений из нефтяного сектора. Нефтяники дают стране все, что могут, даже больше, поставляя нефть, например, на внутренний рынок в убыток. Но разговоры о том, что мы якобы можем заменить россиян и поставить Евросоюзу нашу нефть и нефтепродукты, не стоит даже обсуждения. Россия – крупнейший поставщик нефти в ЕС, и до санкции, говорит Байдильдинов, она поставляла до 24 миллионов тонн сырой нефти в Германию. А потому наши миллион двести просто не способны на что-либо влиять. Надо понимать, что 65% добычи в Казахстане контролируются тремя зарубежными консорциумами. Это Кашаган, Кингиз, Карачаганак. Они работают на условиях стабилизированных контрактов или соглашения о разделе продукции. Это западные компании, это европейские и американские. Влиять на них Казахстан не может. И в основном нефть, которая туда идет, это плюс-минус нефть, которая принадлежит западным компаниям. Куда они ее хотят направить, туда они ее направят. Казахстан на это влиять не может. Еще раз подчеркну, никаких мифов и заблуждений о том, что Казахстан что-то может решить в плане поставок в Германии или в Европе, не должно быть вообще абсолютно. Это не те цифры, на которые Европейский Союз может как-то реагировать. Глава правительства лично проверил ход восстановительных работ на Мангестаусском атомном энергетическом комбинате. МАЭК обеспечивает актаусцев и другие населенные пункты региона электрической и тепловой энергии. Кроме того, опреснительный комплекс предприятия производит питьевую, горячую и техническую воду. Износ на старом комбинате составляет более 80%, а для модернизации МАЭК выделено 2,6 млрд тенге из резерва Акимата. И, как отметил Алихан Смаилов, к подобным аварийным ситуациям на объектах как раз и ведет изношенность. Правительство приняло решение выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования. Это позволит повысить стабильность его работы. Акимату необходимо в кратчайшие сроки восстановить деятельность всех промышленных предприятий. Аварии на Мангустаусском автомном энергетическом комбинате, а затем и на Атраусском нефтеперерабатывающем заводе, которые произошли 3 июля, привели к массовому отключению электричества, прекращению подачи питьевой воды тысячам человек в Мангустаусской области и города Атрау, а также остановке работы нефтяных предприятий. Что известно о произошедшем и какова ситуация на текущий момент, расскажет наш корреспондент. Согласно официальной информации, около 17.30 часов 3 июля на Магистаусском атомном энергетическом комбинате аварийно отключился один из энергоблоков. В МАЭК позже заявили, что произошло увеличение подпитки котла. В 18.47 произошла авария на Атраусском нефтеперерабатывающем заводе. Там остановились технологические установки. На предприятии произошло отключение электроэнергии, что привело к пожару в одной из башен. По словам руководства, возгорание произошло из-за избыточного давления в агрегатах, которое было направлено на факел. В результате отраузовало кло черным дымом. На значительной части территории города отключились электричество и подача воды. Это чрезвычайное положение вскоре напрямую связали с предшествовавшей аварией на МАЭК. Это не первый случай. У нас большой был такой несколько раз остановок. В 2021 году, вы знаете, потом в прошлом году, вот Макзо Мурадович говорил, 22-24 июля. Ущерб прошлого года, 21-го года 69 миллиардов, прошлого года 2 миллиарда тенге. Но в этом году я не думаю, что будет меньше ущерб. Такой же будет ущерб. Мы сейчас можем сказать только ущерб от того, что мы не переработали нефть. Вот если получается трое суток, это 45 тысяч тонн. Между тем, из-за аварии все еще частично или полностью остановлена добыча нефти на многих месторождениях Магистаусской и Атраусской областях. Сообщаются, что работы на скважинах возобновятся после возобновления подачи электроэнергии. Атраусский нефтеперерабатывающий завод, согласно информации на сайте завода, был введен в эксплуатацию в 1945 году и является одним из старейших в стране. Он на 99% принадлежит компании «Казмунайгаз». Чтобы ознакомиться с текущим состоянием работы предприятия, приехал и председатель правления национальной компании «Казмунайгаз» Макзум Мирзгалиев. Работы на скважинах возобновятся после подачи электроэнергии. Необходимо обеспечить переход производственных процессов в штатный режим по мере постепенного увеличения подачи электроэнергии. Последствием аварии стало отключение электричества в Желоойском, Исатайском, Макадском, Махамбетском районах Мангисталской области и 26 микрорайонах Атрау. В Минэнерго заявили, что всего без света остались 11 тысяч человек. Из-за отключившихся светофоров в городе и окрестностях образовались огромные пробки. Ремонт дорог по улице Шолохова – один из самых долгожданных в Уральске. На протяжении долгих лет автолюбители ждали именно этого момента. Но, как говорится, что бы ты ни делал, как бы ты ни старался, все равно найдутся люди, которым это не понравится. Так и с данным проектом. По словам общественника Азамата Мусилова, в данном проекте есть несколько недочетов, которые принесут весьма большие неудобства бизнесменам, чьи объекты расположены вдоль дороги. Оказалось, что новое полотно имеет более высокий уровень по сравнению с подъездными дорогами к объектам предпринимательства. Чтобы устранить этот барьер, бизнесмены должны раскошелиться. Сейчас на данный момент мы видим вот такие вот сооружения, которые непонятно, что характеризуют, то есть что она имеется. Почему? Потому что я с этим согласился бы, если бы там не была зона движения автомобилей. Сейчас, как мне объяснили, там будет зона движения автомобилей. Вы представьте теперь, человек, как говорится, должен перебежать оттуда, здесь встать и дальше. Ну и что это такое? Здесь фактически к этому плюс должны стоять освещения столбы. Не секрет, что у нас по этой дороге случаются аварии со сносом столб. При этом столбы у нас находятся еще, как говорится, за пределами дороги. То есть, если мы сейчас умудряемся сбивать столбы, которые за дорогой, мы эти столбы будем сбивать каждый день, грубо говоря. Что бы ни говорили, ремонт уже идет полным ходом. И результат мы сможем увидеть только к концу текущего года. Тогда и станет понятно, насколько хорошо положили асфальт. По словам чиновников, строительство дорог идет по плану, хоть и встречаются некоторые непредвиденные проблемы. Фактически объем работы и то, что является на проекте, иногда появляются нюансы, которые были не учтены. В связи с этим есть некие, так скажем, форс-мажерные обстоятельства, но которые решаются на месте. Здесь в проекте находится, первый, это технический надзор, есть автор проекта, который постоянно на месте. Есть ответственные лица компании КПО, БИВИ и подрядная организация. По словам депутата Машлиса парламента Снежаны Машевой, депутаты приехали в Ураль с целью партийного контроля за строительством дорог. Ведь аманатовцы пообещали, что через пять лет качество западно-казахстанских дорог вырастет до 76%. Сейчас эта цифра составляет всего лишь 46%. О том, насколько хорошо депутаты выполняют свою работу и держат слово, станет известно через пять лет. Данному подрядчику, который ответственен за дорогу по улицу Шолохова, у избранников народа нареканий нет. Со стороны партийцев к этому подрядчику нет. Но есть, здесь же не только эта дорога, есть много дорог по области. У подрядчиков есть проблемные дороги, где подрядчики не успевают вовремя строить. У них не хватает техники, у них не хватает строительных материалов, инертных материалов. Очень много проблем с поставкой битума, например. Это всё задерживает строительство дорог. На этой дороге, по подрядчику говорит, проблем нет, но есть проблемы на других участках. Напомним, что строительство дороги по улице Шолохова, общая протяженность которой составляет 6,1 километров, началось в середине мая текущего года. Стоимость обходится в 4 миллиардов 262 миллиона тенге. Все затраты на себя взяла компания КПО «Би-Ви». Смертельный наезд на пешехода произошел на трассе Уральск-Подстёпное. 4 июня примерно в 3 часа ночи 36-летний водитель автомашины марки «Джили Аскара» в районе остановки 3-й дачной допустил наезд на пешехода 1992 года рождения. Установлено, что мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте. Погибший скончался, не приходя в сознание в реанимационном отделении городской многопрофильной больницы. По данному факту начато судебное расследование по статье 345 ч. 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В деле о групповом изнасиловании 12-летней школьницы в Уральске появился пятый фигурант. Об этом сообщили в управлении полиции. Также стало известно, что девочку насильно удерживали до утра. Подробнее расскажет Альвина Каленова. В 12 июня около 3-х часов ночи в полицию обратилась жительница города о пропаже своей дочери, которой в этом году исполнится 13 лет. Поиском незамедлительно приступили сотрудники полиции. Только под утро ребенок самостоятельно пришел домой. При разговоре с полицией она сама рассказала, что подвергалась групповому насилию со стороны подростков на съемной квартире. И отпустили ее только тогда, когда надо было предполагаемым насильникам сдавать квартиру. По подозрению в совершении группового изнасилования задержаны 4 подростка, один из которых был знакомым девочке. Именно благодаря ему девочку заманили на съемную квартиру обманным путем. Также в ходе досудебного расследования стало известно, что в преступлении участвовал еще один человек. Совершеннолетний парень, который и снял злополучную квартиру, где произошло преступление. В управлении полиции сообщили, что четверо подозреваемых 2006 и 2007 годов рождения. Трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение различных преступлений, таких как кражи, грабежи. Также ребята состояли на учете. Один из них и вовсе был трижды судим, несмотря на столь юный возраст. Воспользуются тем, что у нее малолетний возраст, что она фактически, девочка, не может воспринимать все события, как взрослый человек. Воспользуются этим и совершили в отношении ее изнасилование. В данное время они подозреваются в совершении преступления, предстоятельной статьей 120-й, часть 4-й, уголовного кодекса Республики Казахстан. Наказание предусмотрено до 20 лет лишения свободы. Отметим, что во время совершения преступления молодые люди распивали легкие спиртные напитки. В то же время жертва насилия была абсолютно трезвой. Альбина Коленова, Виктор Прутков, Олег Писаренко, Аймураджа Капар, ТДК-42. В октаву 2 июня в водозаборном канале МАЭКа был обнаружен труп молодой девушки Валерии Шальновой. Полицейские начали досудебное расследование по статье 105-й доведения до самоубийства. Однако родные погибшие уверены, что девушку убили и попытались сомитировать смерть. 2 июля Валерия около 12 часов ночи ушла из дома. А утром рыбак нашел ее тело на мелководье в водозаборном канале. По словам мужчины, сначала он увидел одежду на берегу, а затем заметил в воде труп. Родные уверены, что к гибели родственницы причастен ее парень. А мотивом для расправы могла стать ревность. По их словам, телефон погибшей был обнаружен в его машине. Кроме этого, утверждают родственники, экспертиза показала, что смерть наступила в 5 часов утра. А СМС с номера погибшей приходили матери и сестре через час после этого. Значит, считают они, сообщение им писал убийца. Тело девушки было найдено без признаков насильственной смерти. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований Управления полиции города Октава. По статье 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан иная информация в интересах следствия не разглашается. Землетрясение произошло в Каспийском море. Жители Октавы ощутили толчки. Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС Республики 4 июля текущего года в 2 часа зарегистрировано землетрясение на территории Каспийского моря. Подземные толчки ощущались в Октаву силой 2-3 балла. Об ощутимых толчках в социальных сетях сообщили жители Октавы и Женаузена. По данным местных пабликов, некоторые октаусцы, проживающие в высотных домах, покинули квартиры. Тем временем сообщается, что в Баку произошло землетрясение магнитудой 5,5 баллов. Отметим, что основной очаг землетрясения зарегистрирован в Азербайджанской республике в 165 километрах от Баку и в 265 километрах от Актавы в Каспийском море на 65 километрах под землей с магнитудой 5,8 балла. Пострадавших и разрушенных зданий в данной ситуации нет. В Атрау на реке Урал столкнулись два прогулочных катера, в результате чего пострадали 9 человек. Департамент полиции Атраусской области сообщает, 3 июня около 20 часов на реке Урал произошло столкновение двух катеров. Данные катера служили для прогулочного извоза людей по реке Урал. В одном находилось 10 человек, а в другом 25 человек. Пять взрослых с различными травмами были доставлены в областную больницу, еще четверо детей в областную детскую больницу. Один из них, шестилетний ребенок, попал в реанимацию. Его состояние врачи оценивают как тяжелое. Ведется досудебное расследование по части 1 статьи 344 Уголовного кодекса республики. В областную детскую больницу поступили 4 ребенка. Из них один получает амбулаторное лечение. Два ребенка 2007-2009 годов рождения получили различные травмы. Им была оказана помощь, они отпущены домой. Состояние еще одного ребенка 2017 года рождения оценивается как тяжелое. Сейчас он находится в реанимации. Ребенок получил серьезную черепно-мозговую травму. Под наблюдением врачей была проведена операция. Состояние все еще очень тяжелое. Досудебное расследование в отношении директора ТО Алматы Куат по фактам мошенничества и отмывания денежных средств в особо крупном размере завершено департаментом АФМ по городу Алматы. Следствием установлено, что директор ТО, заключив договор электроснабжения с участниками индустриальной зоны Алматы более 10 субъектами предпринимательства, обманным путем введя в заблуждение потребителей электроэнергии, а также электропроизводящей и электропередающей организации, незаконно выставляя счета на оплату за потребление электроэнергии на протяжении двух лет, взимал плату с предпринимателей за электроэнергию. Тем самым он причинил ущерб на общую сумму более 620 миллионов тенге. В ходе дальнейших следственных мероприятий установлено, что директор вышеуказанного ТО вовлекал в законный оборот денежные средства, полученные преступным путем посредством совершения сделок, представляющих доход. Постановлением суда наложены аресты на земельные участки и оборудование на общую сумму более 134 миллионов тенге. Приговором суда директор ТО признан виновным с назначением наказания в виде 6,5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Уральске мужчина устроил дебош на автобусной остановке. В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что инцидент произошел 3 июля текущего года на остановке Циолковского. Житель города 1979 года рождения выражался нецензурной бранью в адрес мужчины 1983 года рождения. Вел себя агрессивно, стучал рукой по автобусу городского маршрута номер 5. За такое поведение мужчину привлекли к административной ответственности. В отношении 44-летнего мужчины составлен административный протокол по статье 434 части 1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Единство, стабильность, развитие. Под таким девизом в Уральске состоялась 25-я сессия Ассамблей народа Казахстана. В ней приняли участие Акимобласти Нариман Турегалиев, члены Ассамблеи, представители госучреждений. Участники мероприятия обсудили план работы на ближайшее время, а также обозначили проблемы, которые требуют решения. Ассамблея народа Казахстана была образована в 1995 году. Основными задачами ее является сохранение и развитие родного языка, культуры и национальных традиций, а также эффективное взаимодействие государственных органов и институтов гражданского общества в сфере межэтнических отношений. На первый взгляд эти задачи простые, но если их не выполнять, последствия могут быть самыми непредсказуемыми. В первую очередь это грозит развадом в обществе. В Западно-Казахстанской области проживают представители порядка 90 наций и народностей. Одним из основных факторов объединения людей должно стать уважение к государственному языку. Дети сейчас увлечены мультфильмами и компьютерными играми зарубежного происхождения. К примеру, таких как Хайги-Вайги, которые не способствуют развитию ребенка. При этом отечественные мультфильмы и художественные произведения они не знают. Как раз именно в этих произведениях переданы все богатство народных и национальных обычаев, традиций, которые ориентированы на формирование развитой личности и достойного гражданина. Как правило, с целью пропаганды духовного и национального наследия изучается произведение поэтов и писателей. Но сегодня недостаточно литературы на государственном языке. Сегодня библиотекам, которые служат центрами знаний и культуры, в настоящее время не хватает не только современных технологий, необходимых для того, чтобы идти в ногу с быстро развивающимся миром, но и, как бы странно это ни звучало, не хватает книг, в особенности книг на государственном языке. Мы столкнулись с удивительным парадоксом. Повсеместно мы слышим о необходимости популяризировать государственный язык и в то же время лишены своего главного инструмента для реализации этой задачи. Книг для детей на казахском языке издается катастрофически мало, о чем я неоднократно говорил и на ассамблее в Эстоне, и на многих других площадках. Также спикеры отметили, что для развития молодежи необходимо открывать больше каворкинг-центров. Марина Горбук, Нурван Кунашев, Особия Кобекенов, ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Тенго Ки-Зет. Оформим микрокредит до 170 тысяч тенге наличными до 25 дней за 170 тенге в день. По адресу улица Курмангазы, 167, улица Курмангазы, 80, микрорайон Северо-Восток, 47, торговый дом Астана, поселок Зачиганск, улица Жангерхана, 18,2. До встречи в следующих выпусках. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова